Возможно вы встречали в интернете картинки, на которых люди везут и несут огромные пузыри. Это самый простой и экстремальный способ транспортировки и хранения природного газа. Опасно ли это? Думаю да. А насколько опасно, сегодня узнаем. Этот метод применяют в Пакистане, Афганистане и как оказалось даже в Китае. Я был в Китае совсем недавно, пузырей таких не видел, тем не менее есть у них провинции, где люди живут бедно. Там-то и практикуется заправка газом из газопроводов низкого давления в самые обычные полиэтиленовые рукава. Пару пузырей сделаем сегодня и мы, один из которых подключим к газовой плите, посмотрим как горит, затем смоделируем несчастный случай, поэтому не переключайтесь, будет интересно. Купил три метра полутора метрового рукава, один край соберем и замотаем скотчем, другой укоротим. Для плитки, которая должна гореть от силы час-два, с лихвой хватит двухсот литров пропана. Наполнять газом будем через шланг, вставим и хорошенько замотаем скотчем. Арифметика при расчетах простая, один килограмм жидкого пропана занимает площадь равную двум литрам. Когда этот килограмм перейдет в газообразное состояние, сможет заполнить площадь равную пятистам литрам. Сколько пропана потребляют горелки бытовых плит, при нормальном давлении, показано в таблице. Опираясь на эти цифры, можно легко рассчитать необходимое количество газа, которое понадобится для той или иной горелки. Чтобы закачать газ в пузырь, баллон ставим вертикально и только после этого открываем вентиль, но не слишком сильно и следим, чтобы наш пузырь не лопнул. Вот такой пузырек, думаю достаточно. Пропан тяжелее воздуха, сам по шлангу вверх не потечет. Такого давления, что сейчас есть в пузыре, недостаточно для того, чтобы горелка горела в полную силу. Сейчас она еле горит. Напомню, что для нормального горения нужно создать давление близкое тысячи тридцати паскалей. Пузырь из полиэтилена такое давление скорее всего не выдержит. И если лопнет, то следом пыкнет все, что есть в беседке. Пакистанцы, афганцы и китайцы подходят к этой задаче иначе. Просто рассверливают отверстие шиклера, через который поступает газ в горелку. После чего, даже при небольшом давлении на пузырь, горелка горит так, как надо. Вот такого пузыря площадью 4 кубических метра небольшой семьи из Пакистана хватает на неделю. Плита горела пока не стемнела, ночи похолодало до плюс трех. Из-за низкого давления в пузыре за два с лишним часа газа сгорело меньше половины. Чайник так и не закипел. Хотя почти закипел. Если бы я изменил жиклеры, этого газа хватило бы не более чем на час. Но за этот час успел бы приготовить первое, второе и даже чай. Быту пакистанский метод у нас не приживет. Как вариант можно применить для обогрева теплиц. Греют же некоторые теплицы свечами, дровами. Газ-то эффективнее. С другой стороны, зачем возиться с пузырями, когда можно использовать баллон. И удобнее и безопаснее. Большой пузырь занимает много места. Постоянно нужно держать на контроле. На улице при порывах ветра может просто улететь. Хранить в помещении рискнет не каждый. Вот поэтому-то я и хочу проверить, что произойдет с пузырем при контакте с открытым огнем. Наполним газом двухсот литровый полиэтиленовый мешок. Я специально ушел в дальний угол сада, чтобы не пугать соседей. Вот такой получился у нас пузырь. Подвесим повыше, чтобы не загорелась трава. Баллон с газом уберем подальше. Ну что, советы будут. Взорвется пузырь или нет. Держите пальцы крестиком. Поехали. В целом, конечно, красиво. Но не знаю как вы, а я ожидал чего-то более эффектного. Посмотрим с другого ракурса. Здесь все то же самое. Опираясь на жизненный опыт могу сказать, что газ ацетилен взрывоопаснее пропана. Тот, кто в детстве играл с карбидом, это помнит. Даже бензин, как мне кажется, воспламеняется эффектнее, чем пропан. Но это сугубо мое мнение. Если у вас мнение иное, делитесь в комментариях. Обсудим. Кто-то мог подумать, что я безбашенный, если полез туда с горелкой. С башней у меня все в порядке. После вчерашних тестов с плиткой, у меня осталось в первом пузыре около 100 литров газа, которые я не хотел оставлять без контроля. Поэтому решил поджечь, но поленился мастерить факел или что-то еще и тупо запустил пузырь газовой горелкой. Первые секунды казалось газ сгорит и подберу горелку, но прошла еще одна секунда-две и я уже спасал горелку. Потому как она была с баллоном, который точно мог бы бабахнуть. В общем я уже знал, что при относительно низкой температуре газ в пузыре не взрывается, а эффектно горит. На тему заправки газом будет еще одно видео, потому как многие делают это неправильно. Там покажу простые, а главное правильные способы заправки и перекачки газа в любые другие баллоны и баллончики без потерь. Как только этот ролик наберет 1000 лайков, сразу выйдет видео на тему заправки. А на этом все дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Если уже поставили лайк или дизлайк и подписаны на мой канал, то напомню, постарайтесь проголосовать прямо сейчас, либо до 1 декабря. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова